Хорошей возможностью не только проверить свои знания, но и научиться правильно оформлять бланки, ощутить волнительную атмосферу экзамена призвана такая форма подготовки, как репетиционное тестирование. Работа во время этого этапа максимально приближена к ситуации на вступительном испытании. За процессом наблюдает специальная комиссия, на столах бланки для ответов, необходимые документы и гелевые ручки. Попробовать все это на себе выпускники Брещины смогут уже совсем скоро. 18-го числа непосредственно в техническом университете начнется первый этап репетиционного тестирования. Всего этих этапов будет традиционно три. Первый этап закончится в декабре, второй начнется январь-февраль, ну и третий это апрель-март месяц. И в мае месяце уже будет начинаться регистрация на централизованное тестирование. Нет нужды ехать, например, в Брест для того, чтобы пройти какой-то из предметов. Все вот эти, так скажем, графики, они будут опубликованы, ну и естественно, в общем-то, вывешены в школах для ознакомления, в общем-то, тем ребятам, которые будут проходить централизованное тестирование уже в 16-м году. Получить путевку в насыщенную студенческую жизнь довольно непросто. Кроме уже знакомых абитуриентам правил, в этом году в репетиционную кампанию внесены некоторые изменения. В первую очередь они коснулись бланков ответов, в которых в этом году появилась новая графа – номер операции в ЕРИП. Этот номер операции ЕРИП будет вписываться в бланк ответов и, соответственно, контролироваться уже в РИКСе, в Минске, в случае несоответствия каких-то символов. Ну, просто-напросто абитуриент не увидит своих результатов. Поэтому хотел бы обратиться к абитуриентам с просьбой корректно заполнять и бланк ответов, ну и, соответственно, в общем-то, оплачивать именно по назначению вот этот вот платеж. «Готовься, а не летом», – говорит знаменитая народная мудрость. А потому, чтобы перестраховаться и чувствовать себя уверенно во время прохождения вступительных испытаний, сотрудники регионального центра тестирования советуют абитуриентам все же испытать свои силы и воспользоваться хорошей возможностью во время репетиции. Стать студентом – это реально. Главное – правильно подготовить себя на начальном этапе. Тогда можно будет рассчитывать на высокие результаты и успешное поступление. Продолжение следует...